Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 июля и традиционно в это время я занимаюсь только сбором томатов и заготовкой семян. Томат наросло великое множество, наспело, вот все их надо мне выпотрошить. И вот смотрите, сейчас я рассказывала, какой томат самый сладкий, и пока я стою вот у этих томатов, я их еще не разрезала, не выдавила, Я хочу еще ответить на один вопрос. Многих интересует, вот сейчас выбор сортов, какие заказать сорта на будущий год. Многих интересует, какие же сорта выбрать для хранения, для длительного. Вот одна зрительница написала, что она томаты очень любит, она и укрывает их тряпками, вот сейчас в поздний осенний период, чтобы от заморозков сохранить все, растягивает этим плодоношение, но она хочет еще и всю зиму употреблять томаты, и поэтому она спрашивает, какие же сорта нужно выбрать, чтобы долго-долго хранить. Вот кто смотрел прошлогодние видео мои из подвала, я там, вы видели, наверное, что весь томат был уставлен, ой, весь подвал был уставлен вот такими лотками с томатами, но вы видели, что вот таких огромных томатов там не было. Были или вот такие перцевидные, или сливовидные, и если некоторые думают, что это выбор мой был случайно, то нет. Я сейчас вам расскажу, как я подбираю томаты для хранения, и какие томаты у меня до Нового года в прошлом году пролежали, и вполне могут пролежать. Сразу говорю, что я буду разговаривать о простых сортах, не о тех, которые предназначены для зимнего хранения, есть же специальные там жираф, лондкипер, нет, я говорю о тех, которые мы выращиваем, кушаем летом, и еще можно их уложить. Смотрите, если мы уложим вот такой крупный томат, все знают, что он долго не прохранится. Он же такой, ну как, он мясистый, сочный, у него много вот этого вот. Ну, короче, вы знаете, что он начнет вот здесь вот, в этом месте обычно начинает мокнуть, начинает подгнивать. И, конечно, ну, может быть, он полежит там две недели, ну, может быть, от силы три, но чтобы два месяца пролежать, крупноплодные томаты так не хранятся, и если вы хотите укладывать на хранение, сразу отметайте вот эти мясистые и сахаристые, их нужно кушать в свежем виде, в салатах. А выбираем мы те, у которых на пачках написано. Если вы, вот, например, пришли покупать в магазин, как выбрать томаты для длительного хранения, там всегда на пачке в описании написано, что, например, у томата повышенное содержание сухих веществ, плотная шкурка, он идеален для консервирования. Вот эти повышенные содержания сухих веществ и плотная шкурка, они как раз идеальны и для зимнего хранения. Что такое повышенное содержание сухих веществ? Это значит плод, плотненький такой, он не сочный, он не... Вот это повышенное содержание сухих веществ и плотная шкурка помогает томату держать форму во время консервации. Он не разваливается, не распадается, и его мы практически целиком вытаскиваем из банки. Эти же свойства помогают томату сохраниться в зимний период. Вот эта плотная шкурка и эта вот мякоть плотная с повышенным содержанием сухих веществ, они долго не портятся. Они не текут, не теряют форму, течь там нечему, потому что у него вот там все плотное такое. И для зимнего хранения из простых, из наших сортов подходят именно те, которые идеальны в консервации. Вот в прошлом году у меня казаново пролежали почти до нового года, потом оранжевые сливки, сливовидные, потом вот этот вот банан оранжевый. Вообще рекордсмен по долгому лежанию, потому что вот смотрите, сейчас я его сорвала, он кажется, что спелый, но он как пробка, он тугой такой, как будто бы не томат. Вот этот, если я надавливаю, у него сразу, видите, как вот при отечности у людей надавливают, и у него вот такая вот выемка появляется. Он мягкотелый. Вот на этот попробуйте надавить, ничего на нем не остается, он очень твердый. И вот поэтому я сейчас скажу вам, какие сорта нужно оставлять на зимнее хранение, чтобы не было разочарования, чтобы они у вас не потекли. Это все пальчиковые, сливовидные, перцевидные мелкие, потом маленькие шарики, маленькие вот такие, ну, кругляшки, как их, не знаю, называют шарики, кругляшки. Короче, все те сорта, которые нам производители рекомендуют для консервирования. Если написано, идеален для консервирования, значит у него толстая шкурочка, значит у него плотная мякоть, значит лежать он будет дольше других. Ну и, конечно, для зимнего хранения лучше вот эту вот не обрывать, потому что при обрыве вот этой жопочки, мы когда отрываем, мы иногда очень часто повреждаем вот это место, и тут начнется гниение, попадет какая-то инфекция в подвале. Если она, вот эта плодоножка сухая, если она просто легким движением руки убирается, то можно убрать. Если она не убирается, пусть она лучше полежит, потому что мы обычно берем же не переспелые, а недоспелые. Вот видите, здесь зеленые еще, не прозрелая вот эта часть. И вот в таком виде мы обычно укладываем, или даже в виде в буром, в фазе меланжевой зрелости, так они еще дольше лежат. Ну, конечно, хранить их нужно в определенных условиях, вот у меня в подвале 7 или 10 градусов, в зависимости от погоды, хранится идеально. В прошлом году долежали многие сорта до Нового года, я их уже все перечисляла. Я могу дать вам ссылку на прошлогоднее видео, какие сорта у меня долежали до Нового года. Все, до свидания. Продолжение следует...